Повекина откроет новый парк у реки Чир. Место отдыха для всей семьи появится благодаря победе во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Благоустроенная территория в 2,5 гектара станет новой точкой притяжения, уверены в администрации населенного пункта. Как к новостям отнеслись сами жители, узнал Сергей Вечоркин. Молодцы, теперь Лерочку ближе. Ой, Никуша, ну ты звезда. Так, Никуша, смотри на меня. Фото на фоне реки обязательно войдет в семейный альбом. В этом Елена Ужва уверена. В жизни многих поколений суровикинцев именно Чир сыграл большую роль. Сама Елена вспоминает. Когда-то здесь даже ходили кораблики до Волгограда. А когда река разливалась, то вода и вовсе доходила до самой железной дороги. Сейчас женщина любит гулять здесь с дочерью и внуками. Сам пляж огромный и незаросший. Песочек промытый, чистый, красивый. Очень много было лодок. Прям популярное место отдыха. Катались на лодках. И переплыть Чир было еще той задачей. Сравниться по популярности старый пляж может разве что с местным стадионом, говорят жители райцентра. Но уже в конце этого года место должно преобразиться. В прошлом году проект благоустройства территории получил высокую оценку всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. Представляете, как будет здорово, если вот все это получится. И здесь будет парк, и можно будет после стадиона прийти сюда отдохнуть, погулять так же потом с детьми, покататься на колясках, благоустроенной территории. Будет очень интересно. Тем более предполагаются еще какие-то фестивальные же зоны, зоны отдыха, зоны тихая тропа. Будет здорово. Даже несмотря на то, что сейчас как бы не купаются, не приходят, так как место не позволяет. Все равно очень много прогулок. Наши девушки, не могу сказать бабушки, занимаются скандинавской ходьбой. То есть они все тропки прохаживают, и это хорошо. Рядом у нас стадион. То есть летом очень большая активность. Кто-то приходит просто погулять, пофотографироваться. Одно из популярных мест отдыха в Суровикино планируют обновлять максимально бережно. Вмешательства в природный ландшафт будут минимальными, говорят специалисты. К работам в парке планируют приступить уже скоро, как только установится благоприятная погода. В результате реализации этого проекта стоимостью около 82 миллионов рублей в этом году жители города получат новую зону отдыха с комплексным подходом к формированию комфортной городской среды площадью 2,5 гектара. На этой территории будут обустроены велодорожки, зоны отдыха, пикников, фудкорп, фестивальная зона для проведения развлекательных мероприятий. В общем, все, что необходимо для комфортного и безопасного отдыха. С 2014 года в Волгоградской области реализованы более 1700 проектов по созданию новых парков, мест отдыха и других объектов. Минстрой Российской Федерации включил регион в число лидеров по формированию комфортной городской среды, а лучшие практики включены в федеральный реестр и рекомендованы для тиражирования. Сергей Вечеркин и Роман Митрошкин. Вести. Волгоград. Из Суровикино.